Депутаты Народного собрания и представители партии «Единая Россия» проинспектировали ход строительства социально значимых объектов в Урумском районе. Они осмотрели сады интенсивного типа, ход строительных работ по рекультивации хвостохранилища Урубского ГОКа, возведение открытой универсальной спортивной площадки, благоустройство дворовых территорий и реконструкцию Дома культуры. В осмотре этих объектов приняла участие и наша съемочная группа. Подробности расскажет Мурад Жангезов. Первый объект – рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината. Работы на 56 гектарах еще продолжаются. Их цель – полностью исключить попадание отходов в почву и воду. Проводим комплексные мероприятия. Накрываем хвостохранилище мембраной, сверху глиной засыпаем, а потом растельно-плодородный слой и засеивается травой. Мощный толчок для развития получили в прошлом году личные подсобные хозяйства Урубского района. Заложены десятки садов интенсивного типа выращивания. Благодаря главе республики Рашиду Воризбевичу Тимрезову и программе «Интенсивное садоводство» был избран Урубский район в качестве пилотного. И у нас вошли в эту программу 50 хозяйств, которые успешно были посажены. И на сегодняшний день видите результат. Ну и как было съемочное гроб, и не попробовать. Вот такое наливное красное яблочко выглядит просто великолепно. В районном центре построен физкультурно-оздоровительный комплекс на стадии завершения строительства открытой спортивной универсальной площадки. Участники мониторинга выполнили и приятную миссию от имени генерального секретаря партии «Единой России» Андрея Турчака за вклад в работу регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии вручили благодарность директору фирмы «Флора Кавказа» Тимуру Качкарову. Во всей республике много объектов обеспечивало своей продукцией абсолютно на безвозмездной основе. Это очень весомый такой вклад, который позволил нам прийти к такому результату, который сегодня позволил снять практически все ограничения. Следующий объект нашего внимания – дворовые территории многоквартирных домов. Ремонт ведется комплексно. Проект заранее обсудили с жильцами. Пять дворов, пять домов, в том числе спортивная детская площадка с элементами малых архитектурных форм и устройством мягкого покрытия из резиновой крошки. Будет трехцветная, по желанию заказчика, как выбирали, синяя, красная, зеленая. Дополнительно еще будут установлены новые скамейки с навесами, также будет установлено освещение и заасфальтированная территория. Еще один значимый объект – дом культуры в ауле Козылуруб. Ведется капитальный ремонт здания. Проект предусматривает сдачу объекта под ключ. Это новые рабочие места и новый импульс культурной жизни поселка. В зависимости от того, сколько людей живет в селе, столько пропорционально должно быть здесь хореографов, вокальных педагогов и так далее, чтобы работа в доме культуры кипела, чтобы он с утра до позднего вечера работал, чтобы на выходные дни двери не закрывались. Конечно, вопрос с кадрами решается не так просто, даже как со строительством, но мы сейчас серьезно об этом думаем, придумываем решение. Обратили внимание сегодня и на Урубский район, и по поречению главы Каверашида Бориспевича, многие проекты сдвинулись с места. Эта работа будет продолжена в 2021 году и в 2022. У нас программы, все программы, 2024-2030 год. За последние 20 лет это очень серьезный скачок для Урубского района. И хотелось бы, чтобы эта динамика продолжалась. Но со своей стороны скажу, что максимально партия будет тоже принимать в этом участие. Мурат Ченкёзов, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Мурат Ченкёзов